Здравствуйте! Ну и денек, скажу я вам, был 12 сентября в Ангарске в разные годы. В 1986 начался месячник с нарушителями правил дорожного движения, но не с автолюбителями, а с пешеходами. Регистрировались те нарушения, когда пешеход не реагировал ни на световой сигнал, ни на жест регулировщика. Вот несколько типичных случаев. Работник НПЗ Рагулькин пытался пересечь улицу перед мчащимся грузовиком. Аналогичные нарушения допустили контролер за ЖБИ-1 Верхотурова и работница аптеки номер 108 Толкунова. Вот так, не шутки в деле, перешел на красный, попал на страницы газеты. Неплохая мотивация по-советским, чтобы впредь быть внимательнее к ПДД. К новостям международным. 12 сентября 1975 года местная пресса сообщала ангарчанам об израильско-египетском конфликте. Израиль стрелял по Египту, Египет стрелял по Израилю, но один из штатов Рио-де-Жанейро переживал тяжелую агонию. Капитала вложений нет, сельское хозяйство и промышленность в упадке, кофейные плантации уничтожены. Так и хочется воскликнуть вслед за Остапом Бендером. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Вот так, несмотря на железный занавес, ангарские газеты держали в курсе мировых событий своих читателей. К местным новостям. В далеком 75-м одной из ключевых задач была сделать город чище. 12 сентября работники АНХК завершили работы по устройству специальной установки, благодаря которой дым от печей не портил воздух, а полностью рассеивался на большой высоте. Так что проводить тренировки на открытом воздухе ангарским спортсменам ничего не мешало. А готовиться было к чему. 12 сентября 1975 года был дан старт первенству ЦС «Труд» по боксу. Поединки проходили в Большом зале Дворца культуры нефтехимиков. Всего в первенстве примут участие 150 сильнейших представителей городов Сибири и Дальнего Востока. В поединки вступит большая группа боксеров нашего города. Зрители увидят на ринге кандидатов в мастера спорта, воспитанников спортклуба «Ангара». Со страниц местных газет призывали болельщиков прийти поддержать наших. Кстати, хоккейный сезон начался. Первая игра регулярного турнира ВХЛ состоялась накануне. Следим за расписанием игр и болеем за наш ермак. В общем, увидимся на трибунах. А на сегодня ностальгии хватит. Пока. Субтитры подогнал «Симон»